Прежде всего, для снятия любых измерений нужно определить уровень линии талии на фигуре. Лучше всего делать это с помощью эластичной тесьмы. Она даже некоторым образом сама находит нужное место в самом узком месте талии. Обхват шеи. Измеряем вокруг шеи, понятно, сзади через точку седьмого шейного позвонка, сбоку через точку основания шеи, то есть плотный сантиметр. Ну и спереди замыкаем вот на, это называется еремная выемка. То есть тут вот такие косточки у нас. Все, записываем мерку. Значит, поскольку мы сегодня снимаем мерки с мужчины, это будет комплект мужской одежды, то у нас здесь чуть мерок поменьше, чем у женщин. У женщин у нас снимается три обхвата груди, а у мужчин только один. Основной размерный признак. Руки должны быть опущены. Лента не слишком туго, но и не совсем, вот она не должна болтаться. То есть, так, спокойно, равномерно. Так, еще боком. По всему обхвату лента должна проходить горизонтально. Проверяем, да. То есть, вот максимально плотно под, ну, на уровне подмышечных впадин. Обхват талии. Лента также должна проходить горизонтально по всей окружности. Не затягиваем, но и не, совсем не расслабляем. Все, измерили. У мужчин обхват талии вторая по важности мерка после обхвата груди. Именно обхват талии определяет так называемую полнотную группу. Что это значит? Мы разберем, когда будем анализировать фигуру по меркам. Но имейте в виду, что вот это крайне важно. То есть, именно она определяет, человек, какого типа телосложения, то есть, атлетического, такого стандартного, либо с животом. И как раз определяет полноту. И, соответственно, дальнейшее все построение именно идет от разницы между обхватом груди и обхватом талии. Следующий обхват – это обхват бедер. Также лента проходит горизонтально на… Вот так, теперь боком проходит горизонтально на уровне ягодичной точки, то есть, наиболее выступающей точки ягодиц. Тоже ленту не слишком туго и не слишком слабо. Вообще, по правилам, конечно, мерки должны сниматься на белье. Либо, если, ну, бывает по-разному, то хотя бы на какую-то вот тонкую одежду. Ну и чтобы в карманах ничего не было. Значит, мы сняли основные обхваты, основные размерные признаки. Далее я всегда снимаю теперь спереди. То есть, порядок такой, с обхваты сверху вниз, затем фронтально, что можно снять спереди, затем сбоку и уже в конце ширины сзади и длины. Значит, следующая мерка – это ширина груди. Снимается на уровне подмышечных падин, вот на этом уровне. Значит, следующий момент. Ширины груди у мужчин в том числе может быть две. То есть, снимаем первую над грудью и вторую по наиболее выступающим точкам. Очень многие мужчины занимаются спортом и часто бывает, что здесь тоже присутствует небольшой раствор выточки, который, конечно, не закладывается, как у женщин, но тем не менее он есть. Следующая мерка, которая, ну, вот, например, на Михаиле ее можно не снимать, поскольку он стройный. А если человек с животом, то обязательно нужно будет измерить ширину на уровне живота. То есть, точно так же, как мы снимали ширину груди, мы снимаем мерку ширина переда на уровне живота. Называется она по-полному. То есть, мысленно проводим вертикали от подмышечных вот этих углов, передних углов подмышечной впадины. И измеряем вот таким образом ширину, ширина плечевого ската от точки основания шеи до вот этой вот плечевой точки. Померили. Следующая мерка – длина рукава. Тоже от плечевой точки до уровня желаемой длины рукава. Значит, у пиджака это чуть ниже запястья. Но вообще ориентируемся, опять же, на рубашку. Рубашка должна выставляться из-под длины рукава пиджака на полтора, ну, полтора-два сантиметра. Следующая мерка – обхват плеча. Ту тесьму, которую мы подвязывали на талии, мы ее приводим в горизонтальный вид. Значит, у кого хороший глазомер, можно это сделать на глаз, но лучше подстраховаться и проверить. То есть, просто берем сантиметровую ленту и проверяем от пола до верхнего края тесьмы. Спереди и сзади. Чтобы было одинаково. Сейчас спереди чуть высоковато получилось. Немножко подправляем. Все. Подготовили уровень талии. И дальше будем снимать мерки. Итак, устанавливаем на плечник. Здесь идет такой условный плечевой шов, который мы устанавливаем по плечевой линии человека. Как она идет конкретно на заказчике. Здесь у меня сделано с помощью ленты Велкра. То есть, можно регулировать ширину плеча. Ставим эту вторую часть на плечевую точку. Все. Снимаем в один прием сразу и длину талии спины. То есть, берем так. Снимаем длину талии спины. Лента проходит параллельно средней линии, то есть позвоночнику. Снимаем до верхнего края тесьмы. Значит, все зафиксировали. Боком. И теперь снимаем спереди. Длина талии переда. Тоже до верхнего края тесьмы. Но на самом деле это нужно снимать одновременно. То есть, чтобы не перетягивать вот так вот этот наплечник. То есть, одновременно, не слишком натягивая. Вот так вот фиксируем. Следующая мерка. Их тоже две. Точно так же. Сначала со спины. Это косая. Такая вот диагональная мерка. Высота плеча косая спины. Тесьмы измеряется от плечевой точки до пересечения тесьмы с линии позвоночника. Вот. Зафиксировали. И точно так же спереди. Значит, спереди тоже от плечевой точки до средней линии туловища. Такой условно предполагаемый до тесьмы. Все. Обратите внимание, то есть, я снимаю сначала длину талии спины, длину талии переда. И потом в этом же порядке косая спины и косая переда. То есть, не наоборот. И вот всегда вот держите себе порядок так, чтобы, ну, не путаться. То есть, например, я в своей работе мерки уже давно не обозначаю никак. То есть, у меня просто набор цифр, которые я знаю, что он вот всегда четко один и тот же. Это, ну, это просто ускоряет работу. Не нужно каждый раз писать вот эти мерки. И у нас остались мерки, которые нужно снять со стороны спины. Ну, тут их немного. Значит, ширина спины снимается, как мы снимали ширину груди. От углов, только уже задних углов, подмышечных впадин. Вот таким образом. Лента горизонтально тоже проходит. И следующая мерка дополнительная, но тоже она достаточно важная. Снимаем. Мы на практике называем это ширина спины верхняя. В разных источниках она по-разному называется. Значит, измеряем от одной плечевой точки до другой. Просто расстояние по, ну, такой вот, но не совсем по горизонтали. Немножко по дуге. Ну, вот. Вот таким образом. Все. И последняя мерка для плечевого изделия – это длина, ну, желаемая длина, вот, проектируемого изделия. То есть, если пиджак, то понятно, что он будет, ну, в зависимости от модели, конечно, он будет либо ниже бедер, либо там на уровне бедер.